мир вам дорогие друзья приветствую вас дорогие мужчины и женщины сегодня хочу предложить вам просмотреть программу которая я верю повлияет на всю вашу жизнь потому что мы будем изучать слово божье слово божье всегда имеет огромную силу влияния на жизнь каждого человека поэтому будьте предельно внимательны откройте свое сердце и наслаждайтесь тем что господь сегодня будет говорить прямо в ваши сердца да благословит вас господь увидимся в конце этой программы пожалуйста не переключайтесь будет что-то очень важно нам нужно заботиться о том чтобы светильник наш горел тогда мы не будем без плода а бесплодная жизнь это когда светильник не горит а он мотается по миру и в надежде что кто-то за него помолится и смотрите как результат потери света ужасы ужасы и страхи но самые лучшие решения в жизни не бояться не страшиться смело смотреть на врагов это когда твой светильник горит тогда дьявол от тебя бежит а когда светильник не горит ты можешь бегать искать помощи от людей они тебе помогут точно так как мертвому при парке других вариантов просто не существует скажем на поэтому нужно светильник зажечь тогда страх уйдет депрессия уйдет дьявол уйдет с дороги ты будешь гнать его они он будет гнать тебя истощится от голода сила его и гибель готова сбоку у него истощится от голода сила его знаете вот так как человеческий организм истощается и готов уже просто смерти так жизнь человека с потухшим светом светильником она выматывает человека и он становится больше похож знаете на гербарий вы знаете что дьявол хочет он хочет изолировать от церкви человека даже самого талантливого помазанного самого семью пять ему на лбу и убрав из церкви знаете это все равно что вот в эти пресс тиски по поместить и потом смотришь человек засох засохла его вера но это все равно что растение в знойный день оставить без полива на несколько недель на несколько месяцев вот почему я говорю никогда не пропускайте собрание никогда не будьте этими наивными глупцами которые а кто там сегодня проповедуют да какая разница кто будет стоять за кафедрой тебе не нужны люди тебе нужен господь который всегда здесь присутствует потому что домой домом молитвы назовется для всех народов и ты приходишь и ты получаешь этот подпитку ты получаешь твои аккумуляторы заряжаются помазание приходит потому что дух господин среди народа его вот почему так важно друзья понимать эти вещи если ты останешься без полива даже если ты самый выдающийся цветок ты засохнешь потому что это участь людей которые лишаются самого главного в жизни это божьего присутствия вы знаете что написано дальше 13 стих съезд члены тела его съезд члены его первенец смерти посмотрите болезни тела это не что иное как результаты результаты того что светильник не горит светильник не горит тело болеет дьявол может делать все что угодно потому что только на горящую сковородку мухи не садятся только тогда когда есть огонь мухи не могут приземлиться и отложить свои яйца которые потом станут червями и полностью съедят изнутри твою жизнь когда ты горишь дьявол тебя обходит десятой дорогой а гореть ты можешь только в одном случае когда твой светильник не перестал излучать этот свет божьего присутствия когда нету внутри тебя тьмы тогда ты не смотришь по сторонам ты идешь за богом зная что он приведет тебя к обетованной земле изгнана будет из шатра его надежда его и это не сведет его к царю ужасов представляете то есть это та перспектива в жизни отступников это перспектива к сожалению горькая правда но лучше горькая правда чем сладкая ложь для неверующих людей у которых вообще светильник никогда не зажигался ты думаешь там в вечности все будет одинаково нет друзья абсолютно мир полярен и нету знаете какого-то одного места куда попадает душа праведника и душа нечестивого посмотрите что ожидает людей которые никогда не знали бога или знали но потеряли этот свет их ожидает царь ужасов это одно из имен дьявола царь ужасов представляете он король страхов царь ужасов он не сводит жизни погасших потухших отступивших людей свое царство тьмы поселятся в шатре его потому что он уже он уже не его жилище его посыпано будет серою представлять этот человек свою душу отдаст дьяволу и и этот и сатана уже возьмет эту душу и будет ей распоряжаться в вечности как захочет снизу подсохнут корни его и сверху увянут ветви его посмотрите снизу подсохнут корни и сверху увянут ветви с чего начинается трагедия в жизни не с видимых обстоятельств когда с ветви по повяли ветви повяли яблоки повяли или лисья пожелтели скрутились когда ты смотришь на вещи видимого мира ты можешь точно понять что происходит в невидимом в корневом мире в мире корней если праведник как пальма посажена при поклогах вод и корни его глубоко в боги и оттуда вопитают силу жизнь то на пальм на 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 видимых вот этих ветвях пальмы там всегда будут плоды там всегда будут зеленые листья там люди будут удивляться везде пустыня везде засуха везде а у него плоды а у него классно а у него круто друзья и наоборот вот иногда знаешь можешь быть среди плодородной земли а корни уже повреждены этими червями подсечены грехами и смотришь среди живых он знаете такой одинокий сухостой у всех жизни бьет ключом а он сухостой и и и дьявол ему говорит проблема у них что ты сухостой в церкви все радуются в боге а он в депрессии еще глубокий глубокий глубокой впадает друзья проблема не в внешних людях проблема внутри тебя если корни подсечены если черви греха сожрали твою корневую систему которая не питается от бога то естественно проблема в том что у тебя уже просто нету света у всех других есть а у тебя бобик сдох поэтому нужно срочно решить эту причину потому что жизнь она состоит из причинно-следственной связи если везде пустыня и царство смерти а твои корни уходят в бога даже среди этой пустыни ты будешь цветущим садом говорит господь а если все цветет а у тебя проблемы проблема не в людях проблема не в церкви многие сухостои рванули из этой благословенной церкви только потому что дьявол им сказал что проблема в них они такие счастливы а ты сухостой проблема не в нас проблема в тебе возвращайся разберись своими корнями зажги свой светильник и у тебя появятся те же плоды которые есть и у нас амин давайте будем искренними давайте будем с правдивыми друзья посмотрите память о нем исчезнет земли и имени его не будет на площади сегодня очень с трудом помнят тех кто потерял огонь славы божьей присутствия и вообще как будто их никогда и не было ради когда я начинаю вспоминать каких-то отступивших людей охладевших обманутых которые не получили удовлетворения быть среди нормальных христиан и нашли какую-то повод и причину чтобы покинуть пределы царства божьего сначала церковь потом бог виноватый знаете все по нарастающей сначала обратно обжегся лидера домашней группы потом пастор плохой потом церковь плохая потом бог плохой и в итоге дьявол говорит вот молодец дошел до конца приходи в моё царство ужасов и он их встречает то знаете вот это память о этих людях она как будто вот просто забываешь их жизни фамилии почему потому что церковь как было так и будет потому что это не человеческое творение церковь мою врата ада не одолею сказал иисус я создам церковь мою на этой земле если ты часть церкви если ты часть божьей семьи то господь обещал тебе безопасность защиту и дать силы пройти любые жизненные испытания скажем на это аминь а тех кого светильник засох вернее перестал гореть их жизнь засохла и смотрите память о них исчезает и сгонят его из света во тьму и сотрут его с лица земли это вот эта перспектива быть стертым с памяти людей быть стертым с лица земли и посмотрите что дальше здесь написано не сына его не внука его не будет в народе его никого не останется в жилищах его оказывается когда человек теряет свет божьего присутствия огонь и светильник его перестает гореть он автоматически передает это состояние угасания если можно так сказать и своим детям и внукам и до тысячи родов скорее всего вот этот свет тьмы отсутствие света тьма она передается потому что смотришь на жизни тех людей у кого светильник перестал гореть смотришь их дети сегодня по наследству их отступничество получили ожесточение к богу их внуки не хотят ничего слышать о боге и знаете и и и потом смотрят а кто тебе доктор ты принял решение не только абортировал свою судьбу от бога ты также подал дурной пример своим детям внукам правнукам ты просто их от отодвинул от спасения своей гордостью своим эгоизмом своим с потерян потеря потерянным состоянием сердца потому что на сердце твоим светильник перестал гореть и это передалось твоим потомкам зажги его поправь свой светильник ты ответственен не только за себя за свое потомство бог сказал я благословлю благословляющих меня а злословящих тебя я прокляну бог сказал это в духовном мире семени авраама и знаете на самом деле когда человек что-то там гнал на церковь смотришь эта проблема пришла в жизнь этого человека и не только в его в жизнь его детей потомков дети наркоман дети внуки преступники и передается это проклятие вы понимаете есть духовный закон сеяния и жатвы если ты посеял зло никогда ты не ожидай урожая добра потому что было семя зла и я вам скажу еще важнейшее откровение урожай он всегда больше чем посеянное семя в тридцать шестьдесят и сто крат мы часто используем это писание в момент пожертвования говоря что если вы делаете для бога бог воздаст вам в тридцать шестьдесят и сто крат это принцип семени зерна иисус был среди фермеров которые сельское хозяйством занимались в израиле он брал эту семочку он говорит если ты мудрый ты же знаешь посеяно одно семочка семя до пшеницы или рожь или еще какое-то она приносит намного больше чем одно просто одно посеял одно выросло но если ты сеешь тут урожай в тридцать шестьдесят и сто крат больше так и в негативном понимании тот кто сеет не нечестие проклятие не сеет какие-то вещи против бога друзья этот урожай пожинать придется им сполна в тридцать шестьдесят и в сто крат больше чем посеянное семер вот почему здесь этот мудрый человек диалат совхиянин говорит об этих вещах смотрите одни его ужаснуться потомки и современники будут объяты крепитом таковы жилища беззаконного и таково место того кто не знает бога услышите таковы жилища беззаконного в этом месте где живут беззаконники смотри ужас потомков люди которые знают они будут говорить какой кошмар что произошло с его жизнью как так можно было друзья знаете ничего нет нового под солнцем когда я читаю эти строки я просто вижу что бог на протяжении всего существования человечества а книга иова это самая к старая книга в ветхом завете представляете скольким поколением бог предупреждал и говорил не поступать беззаконно и не терять света который есть в сердце верующих людей не знать бога это самое наверное ужасное что можно себе представить или знать и потерять его книга откровения 2 глава с 1 стиха ангелу ефесской церкви напиши так говорит держащий 7 звезд в деснице своей ходящий посреди семи золотых светильников знаю дела твои и труд твой и терпение твое это что ты не можешь сносить развратных и испытал тех которые называют себя апостолами а они не таковы и нашел что они лжицы ты много переносил и имеешь терпение и для имени моего трудился и не изнемогал но имею против тебя то что ты оставил первую любовь твою и так вспомни откуда ты не спал покайся и твори прежние дела если не так скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его если не покаешься о чем говорит здесь господь который хочет передать послание этой одной из семи церквей малой азии ефесской церкви он говорит о прошлых заслугах достижениях знаю твои дела знаю что ты уже имеешь настолько духовное как бы познание бога что ты смог различить уже апостолов то есть это человек который действительно изучал и и понимает не просто азы христианской веры он уже чувство навыкам приучены на развлечения добра и зла он уже имеет какой-то в прошлом статус служителя духовного зрелого христианина но это все перечеркивается вот этим но в четвертом стихе в прошлом ты молодец в прошлом ты хорошо делал и поступал но скажите но господь имеет сегодня против тебя что ты свой светильник не поправляешь ты не хочешь как эта мудрая дева поправить светильник свой и он говорит если ты не покаешься если ты по-настоящему не осознаешь вот ту ситуацию трагическую в твоей жизни когда горит светильник это хорошо но когда светильник потух все остальное теряет смысл братья и сестры вы со мной или нет когда потух светильник все твои регалии все твои достижения весь твой знаете я не знаю как бы пенсионный возраст в боге такого знать состояния духовного аксакала такого знаете человека как старожила в царстве божьем и часто я слышу вот вот я уже так давно хожу в церковь друзья хождения в церковь не спасает спасает только если твой светильник горит если он вчера горел а сегодня потух вот что бог говорит вспомни с того дня когда твой светильник перестал гореть покайся и возвратись в то состояние 1 любви это состояние горение для бога это состояние героических твоих поступков потому что первая любовь это безумно я любовь это любовь самопожертвенная это любовь которая не мотивирована тем количеством летка сколько ты любишь свой объект любви первая любовь способна на геройство первая любовь способна на какие-то безумные поступки жертвы первая любовь это то что нравится богу а теплое состояние или потеря света и всю жизнь знаешь отговорки вот я когда-то горел я когда-то служил я когда-то был лидером домашней группы я когда-то был прославление я когда-то был евангелистом я когда-то был проповедником я когда-то жертвовал это было в прошлом сегодня горит ли твой светильник или нет вот в чем вопрос сегодня вот так или вот так третьего не дано третьего не может быть сегодня либо горит либо не горит светильники если придет господь что он увидит ты не будешь, как эти мудрые, глупые девы, немудрые девы, скажут, Господь, я в церковь ходил, у меня было, у меня было призвание, я был евангелистом, я был лидером домашней группы, я был, был, да сплыл. Бога не интересует, что было у нас. Знаю дела, молодец, но сегодня, вопрос сегодня, что? Горит или не горит? Есть или нет? Как насчет сегодня? Если не покаешься, приду и сдвину твой светильник. Это слова Господа. С того места, с которого ты перестал гореть. Я верю, что сегодня Дух Святой кому-то говорит, если ты не покаешься, и не возвратишься, и не начнешь делать, потому что вера без дел мертва, то Господь говорит, я приду, и твой светильник сам сдвину. Потому что мне не важно, сколько было в прошлом, мне важно, чтобы ты, как мудрая дева, встретил меня с горящим светильником, когда я приду за тобой на эту землю. Давайте склоним свои головы. Господь, мы благодарны Тебе, что сегодня Слово Твое обличает нас, Слово Твое касается нашего сердца. Господь, мы не хотим быть религиозными обманщиками, которые обманывают себя и всех остальных. Господь, научи нас находить в себе свои ошибки, не лгать на истину, не пытаться перекласть ответственность на кого-то другого, на Тебя и на то, что Ты какой-то не всемогущий Бог. Нет, Господь, если есть проблема, то это только на стороне человека, это только внутри нас, это только потому, что наш светильник не горит. Господь, я прошу Тебя за каждого моего брата и сестру, я прошу Тебя за себя, пусть огонь на жертвеннике наших сердец не перестанет гореть, чтобы огонь, огонь Духа Святого зажег сегодня в каждую жизнь каждого человека. Друзья, настал тот важный момент, когда я хотел бы обратиться к каждому из вас. Если еще, по каким-то причинам вы не отдали свое сердце в руки всемогущего великого Бога, я предлагаю вам сделать это прямо сейчас, прямо сегодня, потому, что мы живем в последние времена и мы не знаем, когда придет Господь, но если Он придет и ваше имя было не записано в книге жизни, это будет по-настоящему самой великой катастрофой, которая может в себе только вообразить любой человек. Поэтому давайте избежим этой трагедии, давайте прямо сейчас закройте свои глаза, откройте свое сердце и проговорите своими устами слова этой молитвы покаяния, которая навсегда изменит вашу жизнь здесь на земле и повлияет на то, где вы проведете вечность. Это настолько важные вещи, о которых мы сегодня говорим. Скажите так, дорогой небесный отец, я прихожу к тебе в этой молитве через имя сына твоего Иисуса Христа. Прости меня за мои грехи, помилуй меня грешника, я раскаиваюсь перед тобой за все неправильные поступки и грехи, которые совершал. войди в мое сердце, измени меня, сделай меня настоящим Божьим человеком на этой земле. Благодарю тебя, что ты записываешь мое имя в книге жизни, и я не умру, но буду жить и возвещать дела к Господням. Слава тебе вовеки, мой Бог, Отец Сын и Дух Святой. Аминь. Друзья, я поздравляю вас с этим важнейшим моментом вашей земной жизни. Бог довел вас до этого момента, чтобы услышать слова этой молитвы, которая повлияет на то будущее, которое вам предстоит прожить. Я поздравляю вас еще раз с этим важным событием жизни. Для того, чтобы удержать спасение, для того, чтобы не растерять его, я всегда рекомендую делать некоторые важные вещи. Первое. Молиться своими словами, говорите Богу все, что есть хорошее и плохое в вашем сердце. С этого момента он слышит вас и, конечно же, будет отвечать. Второй важный момент. Начните читать Библию, потому что это духовный хлеб для возрастания в Боге, в познании Творца. Он дал свою книгу под названием Библия, чтобы мы изучали ее и понимали, как нам жить на этой земле. Третий важный момент. Найдите поместную церковь и станьте частью Божьего народа. Только вместе с другими людьми вы сможете устоять в искушениях и испытаниях земной жизни. И четвертый важный момент. Смотрите наши программы. Я верю, что Бог Духом Святым будет проговаривать в ваши сердца важные истины. И мы очень рады, что мы можем служить вам. Пожалуйста, следите за нашими информационными сообщениями в социальных сетях. Смотрите за нами, как мы служим Богу. И, подражая нам, сделайте еще больше, чем это делаем мы. Мы любим вас и благословляем любовью нашего Господа Иисуса Христа. С вами была программа «Последнее время». И я, Юрий Коновалов. Да благословит вас Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok